Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Направо пойдешь, налево пойдешь. «Анапа» примеряет западные наряды. Новые информационные таблички и аншлаги привлекают внимание анапчан и гостей курорта. Мэр Анапа Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Навстречу записались три анапчанина. Как научить детей любить природу и как сохранить национальное достояние? В госзаповеднике Утриш прошла всероссийская конференция. Гаражное вино – возрождение виноделия на Кубани. А на пчани гости курорта заметили. На центральных улицах города установили новые информационные таблички и фонарные столбы с указателями. Чтобы легче было ориентироваться на улицах курорта и без труда находить телеграф, рынки, театр и пляж. Такие указатели украсят не только центр города. Где еще в Анапе есть декоративные фонари и стильные таблички, расскажет Светлана Авилова. Прямо пойдешь – гуртеатр найдешь. Налево – в отель «Рафаэль» заселяйся смело. А направо – «История и слава» – Свято-Осиевская площадь. Такие указатели недавно появились на перекрестках центральных улиц города. Местные жители хорошо ориентируются в Анапе, а вот гостям курорта указатели помогают быстрее найти то или иное место. На каждом столбе несколько табличек с точным расстоянием до объекта или достопримечательности. Идея, которую мэр Сергей Сергеев озвучивал еще задолго до начала курорта, воплощена. Мне кажется, удобно, потому что люди сразу могут видеть, куда пройти, где гранд-отель «Валентина», где универмаг. И написано не только по-русски, но и по-английски. В прошлом году гости с севера, Татьяне Генераловой, приходилось спрашивать прохожих, как пройти на пляж. Теперь в этом нет необходимости. Просто идешь уже, спрашиваешь. А здесь уже видно, тут прочитала, 500 метров уже там, на пляже. Первые таблички появились на улице Крымской. Прошла неделя, и их стало гораздо больше. Указатели размещены на Черноморской, Таманской, Владимирской. Со временем на улицах Анапы появятся таблички с историческими справками, которые будут пояснять, почему определенная улица называется именно так. Ведь история курорта – это часть истории всей страны. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Законы прозрачнее и работают, власть доступнее. Еще полгода назад на личный прием мэра записывались десятки анапчан. Сейчас на встречу с мэром Анапы приходят по 2-3 человека. Службы города стали работать активнее, поэтому жалобами идут меньше. И политика двойных стандартов уходит в прошлое. О том, какие проблемы сегодня волнуют анапчан, расскажет наш корреспондент. Первый посетитель пришел с жалобой. Несколько лет назад поставил торговую точку, продавал фрукты и ягоды. Хозяин участка, разрешивший поставить торговую палатку, сейчас не может подтвердить разрешение. А в попытках отстоять правду анапчанин нажил инфаркт. Чем кормить семью, тоже не знает. Решение мэра Анапы Сергея Сергеева готово сразу изучить, разобраться и помочь на общих законных основаниях. Если кто-то придет на это место, тоже. Мы тоже не разрешили. Если не положено. А если положено, будете торговать. Но не я решаю. Я не закон. И не царь и бог. Я исполняю законы на территории. Ну, законы, я понимаю, почему там и нет. Там же поставили по берегу, там и нет. Но я разберусь. Если торговую точку можно поставить, ее поставят. Если нет, никто не займет это место. Закон один для всех. С проблемой двойного стандарта на прием к мэру Анапы пришел Анатолий Иванович. Попросил разрешение у специалистов Горгаза провести газовую трубу к дому. У соседей слева и справа дома несколько лет назад газифицировали. А у пенсионера до сих пор нет газа. Вот он сам домик с гаражом. Все разрешающие документы у меня есть. Но меня газ не признал. И не отказали. У нас труба не стандартная, как они выражаются. У нас нет давления трубе. У нас не запланирован по вашей улице газ. Ну вот в таком ракурсе неотказанный газ. И тут же, тут же, сразу в начале улицы молодежной газифицируют дом. Случай нестандартный, но верное решение здесь одно. Мэру Анапы Сергей Сергеев уверен. Сначала надо разобраться и выяснить, можно ли подвести газ. И если причин для отказа нет, почему этого еще не сделали? И почему один закон так по-разному звучит для людей? Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. С 6 по 10 июня в заповеднике Утриш прошла рабочая встреча директоров заповедников и национальных парков. Специалисты со всей России поделились опытом и рекомендовали лучшие методы охраны природы коллегам. Директор заповедника Хакасский Виктор Непомнящий в Анапе был 10 лет назад. С тех пор многое изменилось. Изменился и город. Такое достаточно редкое у нас заповедность. Мы в Хакасии живем, в Сибири. Коллеги из Камчатки приехали. И в этих регионах, скажем, та же инфраструктура, средства размещения, она очень хромая. Здесь можно это посмотреть, подчеркнуть. Уникальность климата в Анапе – микс средиземноморских и предгорно-степных характеристик. Государственный заповедник Утриш тоже уникален. Заповедник Утриш – это один из самых, с одной стороны, молодых заповедников нашей страны. Но, с другой стороны, он расположен в наиболее туристически освоенном регионе нашей страны. Делегаты приехали поделиться опытом. За круглым столом обсудили, как можно сохранить природу, кому и как ее беречь. И можно ли научить детей ценить природные ресурсы. Как сказал наш президент страны, невозможно научить любить природу по книжкам. В подтверждение почти народной мудрости, специалисты заповедника Утриш организовали для детей Славянска на Кубани экскурсию по заповеднику. Но увидеть редкие растения в лесу не удалось, пошел дождь. Взрослые объяснили у природы свои правила. И нам стоит к ним прислушиваться. Она всегда была и будет главной в жизни людей. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Высокая зарплата, интересная работа, формула идеальной работы. Что делать, когда работы нет? Анапский центр занятости проводит целевую программу трудоустройства детей с ограниченными возможностями многодетных родителей и молодых мам, воспитывающих детей до 3 лет. Подробности в сюжете. Евгения Даниленко – молодая мама. До родов она работала в кафе Холливили официантом. Благодаря программе под названием «Профессиональная адаптация на рынке труда женщин, имеющих детей до 3 лет», которую реализует центр занятости Анапы, Женя смогла не только выйти на прежнее место работы, не дожидаясь окончания отпуска по уходу за ребенком, но и к тому же уже приобрести новую специальность. Теперь она повар третьего разряда. За счет краевых бюджетных средств она повысила свою квалификацию. Об этой программе я узнала из бегущей строки по телевидению. Сразу же позвонила в центр занятости населения и мне подробно все рассказали, что я могу получить профессию. После школы вышла замуж, появились дети, о профессии приходилось только мечтать. А тут такая возможность. Я очень рада, что я получила самую востребованную профессию у нас в Анапе. Спасибо нашему государству и отдельно спасибо сотрудникам центра занятости. Программа, о которой воспользовалась Евгения, одна из самых востребованных в Анапе. Ведь когда молодая мама, находясь в отпуске, занимается воспитанием ребенка, профессиональные навыки постепенно забываются. Принимая участие в данной программе, по окончанию курсов работницы возвращаются на прежнее место, уже полностью адаптированные к новым условиям труда. И риск увольнения вследствие утраты профессиональной квалификации им не грозит. Светлана Авелова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. И в продолжение темы еще одно трудоустройство. Наша съемочная группа познакомилась с героем и навестила молодого человека на новом рабочем месте. Есть такая полезная профессия. Улицу пылесосить Алексей Петренко убирает и наводит порядок на территории пансионата Черноморская Зорька. Устроиться на работу помогли специалисты Центра занятости. Искал долго работу, обратился на биржу. Они мне предложили работу. Алексей проживает в городе, работает на проспекте. Добираться далеко, выручает вахта. Удобно добираться, возят автобусом сюда. Утром и вечером отводят обратно. Мне тут нравится. Тут у нас коллектив очень добрый, хороший. Школьный аттестат, желание работать и ответственность. Достаточно, чтобы найти работу. Если возникают проблемы, помогают специалисты Центра занятости. Государственная служба занятости оказывает содействие трудоустройства инвалидов. Возмещает работодателям затраты за оборудование рабочего места до 100 тысяч рублей. Более подробную информацию можно узнать, обратившись в Центр занятости населения города Анапы, улица Калинина, 12А. Телефон горячей линии 402-38. В 2012 году по краевой целевой программе на работу устроились пять человек с ограниченными возможностями здоровья. Среди них Людмила Колесниченко. Работала костеляншей по состоянию здоровья, перешла на новую должность. Теперь старший администратор. С начала года новую работу нашли еще два человека. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. В Анапе виноделие и виноградарство входят в основные отрасли экономики. Власти на всех уровнях поддерживают виноделов и крупные винзаводы, и частных предпринимателей. О том, что такое гаражное виноделие, подробно расскажет Лариса Басова. К 2020 году в окрестностях Анапы виноградники возродятся в общей сложности более чем на 9 тысяч гектаров. Власти на уровне муниципалитета и министерства края готовы поддержать тех, кто намерен серьезно заниматься виноградарством. Под этим гаражное понимаем, что это небольшие объемы, то есть частное виноградарство и виноделие, которые небольшие участки, от гектара, двух, пяти, десяти и более. Значит, они создали такую ассоциацию и хотят тоже конкурировать на рынке виноделия не только нашего российского, но и международного, европейского. Виноградники на склонах хребтов на границе Гостогаевского и Крымского районов обильно плодоносили еще в советские времена. После развала Союза их забросили вот снова возрождение виноградарства, причем в новом качестве. Тот проект, который мы сейчас сделаем, называется «Парк Гостогай. Парк вина и впечатлений». То есть здесь будет вино, здесь будет винодельное, здесь будет много всяких арт-объектов архитектурных. И мы сделаем такое очень модное место для того, чтобы туристы могли сюда приезжать и проводить целый день. Велоспедные экскурсии, шашлык, вино, озера, где можно отдохнуть целый день и с детьми, потому что им тоже будет здесь дано определенное пространство. Будет специальный детский городок, где они могут отдыхать, резвиться, когда покуда родители будут ходить на виноградники и смаковать вино. Предприятие Валерия Логинова возделывает лозу на 150 гектарах. В стадии активного строительства объект туристического показа, а вот мини-производство вина уже успешно работает. В этом году на престижном международном конкурсе виноделов в Лондоне «Мерло» награждено бронзовой медалью «Ассапирави» «Винодельный Гостогай». На международном конкурсе «Южная Россия-2013» получило золото. Ассоциация «Черноморские гаражные вина» решила в начале сезона собрать виноделов и ценителей вина на так называемом «Дне гаражиста». Приехали 28 виноделов с юга России и Украины. Наши анапские гаражные вины были на высоте по вкусовым качествам. Производство гаражных вин – ювелирная работа, которую выполняют с любовью виноделы – истинные ценители вина, возрождающие былую славу Кубани по производству лучших в стране вин. Я всего три года занимаюсь, просто понравилось, решил попробовать, и это меня увлекло. Заложил в этом году где-то 60 кустов, но еще собираюсь досадить до 100 примерно. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. В Анапе прошелся российский турнир под дзюдо среди юношей и девушек 12 и 13 лет, посвященный памяти заслуженного тренера России, преподавателя отделения дзюдо детской юношеской спортивной школы номер 4 Василия Ильина. Василию Андреевичу исполнился бы 61 год. Его жизнь прервалась в этом году 5 мая. В память педагога-тренера спортсмены детской юношеской спортивной школы номер 4 перед началом турнира возложили венок на могилу. Соревнования прошли по новым дополнительным правилам. По словам организаторов, в турнир вошли те пункты, на которых всегда настаивал Василий Ильин. Это непредвзятое судейство, исключение споров и скандалов, честная борьба спортсмена в красивом поединке. В турнире поучаствовали более 200 юношей и девушек. Прошли 6 финальных боев. По итогам соревнований первое место завоевали Татьяна Куликова и Александр Дурноян. На втором Светлана Алексеева, Арман Гамбарян и Евгений Степанюк. И на сегодня это все новости. И в завершение выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет Ваше желание. В среду 12 июня в Анапе синоптики обещают малооблачную погоду. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы плюс 20-22, ночью до 19 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Стань одним из нас. Стань чемпионом. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Субтитры создавал DimaTorzok